Казахстан 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 Это действительно очень странно. Неоформленный в НПА документ обескровил многих бизнесменов. Недоумевали и сами чешские поставщики, с которыми казахстанцам в последний момент пришлось обрывать достигнутые ранее договоренности. Парадокс, но как выяснилось в итоге, чехи-то и не были ни в чем виноваты. В итоге мы выяснили, что со стороны Чехии никаких мошеннических действий произведено не было. На самом деле, на сегодняшний день предъявлено обвинение по факту мошенничества двум россиянам, это посреднической фирме. Соответственно, мы решили, что оснований для введения запрета ввоза племенного скота не было. И сейчас даже сказать сложно, сколько сельхозтоваропроизводителей по всей стране пострадало. В палату предпринимателей Североказахстанской области официально обратились трое. В одном случае комитет требовал избавиться от уже ввезенного скота, абсолютно здорового и без сомнения породистого. Оформить его на месте не давали, а вернуть коров поставщикам не представлялось возможным. При этом ведь ранее в Казахстан животных на границе спокойно пропустили, а тут хоть под нож пускай все стадо. Иначе чиновники грозились судами и штрафами. Фермеру ценой огромных усилий при поддержке общественников и СМИ удалось отстоять животных. А официально нелепый запрет сняли только в этом декабре, в чем большая заслуга Североказахстанской палаты предпринимателей, специалисты которой до последнего настаивали на необходимости пересмотра комитетом ветконтроля и надзора данного изначально очень спорного решения. Хотя на самом деле ситуация тревожный звоночек для всего казахстанского животноводства, когда чья-то принципиальная, при этом далеко не всегда правильная позиция на высоком уровне способна похоронить все изначально позитивные начинания.